700 гектаров сельхозземель планируется очистить от борщевика Сосновского в регионе в этом году. По подсчётам специалистов, он занимает около 6,5 тысяч гектаров. Наихудшая ситуация по борщевику сложилась в Сосновском округе. Там он занимает 928 гектаров. Далее идут Семёновский, Чкаловский, Борский и Кстовский округа. Проблему с этим растением стали активно обсуждать на федеральном уровне. В ближайшее время, наверное, Госдума примет закон, в котором это растение будет признано инвазивным, то есть причиняющим вред здоровью людей, и с ним бороться будет проще. Но вообще в целом утверждена правительством Нижегородской области дорожная карта, где разбиты функции, задачи и полномочия органов власти, и каждый занимается своим направлением. Минсельхоз отвечает за обработку борщевика на пустых площадях. Органы местного самоуправления борются с растением в своих населённых пунктах. Придорожными полосами занимаются собственники федеральной областной или муниципальной дорожной сети. Если на вашем участке растёт борщевик, убирать вы его должны самостоятельно. Мы надеемся на вступление в силу федерального закона. Скорее всего, там будут предусмотрены и финансовую помощь, и муниципалитетам, и областному бюджету. Ну и будут, самое главное, определены, наверное, органы, которые будут за этим внимательно следить и будут наказывать, в том числе и штрафами тех, кто не выполняет эту работу. В прямом эфире Центра управления регионами Николай Денисов также прокомментировал рост цен на молоко, несмотря на увеличение производства надоя. За последние пять лет мы приросли на 70 тысяч тонн, и самообеспечение у нас с 80% достигло 87%. Но связывать, например, стоимость продукции, не увеличение продукции с ростом производства, ну, здесь никак нельзя. Ну, в растеневодстве каким-то образом, наверное, это связано. Чем выше урожай, если погодные условия позволят использовать весь наш потенциал, там, да, при росте урожайности продукция несколько снижается. А вот по животноводству, ведь нужно просто себе представить, что каждый килограмм молока, он чего-то стоит. Стоит определенных ресурсов. И они практически, эти ресурсы, они тоже не стоят на месте, они возрастают в цене. До 2030 года работает несколько программ по улучшению жилищных условий сельских работников. Они необходимы для привлечения и укрепления кадров. В регионе также реализуется множество программ поддержки сельского хозяйства из приоритетных направлений – производство молока, зерна, овощей и растеневодства. Основные такие виды поддержки – это, конечно, льготное кредитование, востребованное агропромом, и субсидии на приобретение техники, которые показали в последнее время свою эффективность. И они практически остаются без изменений. Единственное, что добавляется только средства бюджетные. В целом на этот год предусмотрена финансовая помощь в объеме 6,1 миллиарда рублей. В основном это областные деньги – 4,2 миллиарда. И 1,9 миллиарда – это средства федерального бюджета, в том числе и включая программу КРСТ. Со всеми доступными программами и мерами поддержки можно ознакомиться на сайте Министерства сельского хозяйства, в официальных аккаунтах в соцсетях или у специалистов районного управления. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова